Молода В июне месяца проводим семинар по кормопроизводству. В этом году мы опять решили провести ее на Волосовской земле, поэтому хотел бы сразу поблагодарить хозяев. Несколько слов все же по итогам проведения весеннего сева. Нам все же удалось в результате снижения посевных площадей и удалось сохранить положительную тенденцию увеличения площадей зерновых. Здесь зерновые мы все же увеличили объемы на 104%, посеяли 33,7 тысячи гектаров, а тысячу больше, пусть это немного, но все же увеличение есть по сравнению с прошлым годом. И в целом, а пока за 5 месяцев мы выполнили полным объемом, что касается региональных. На сегодняшний день у нас обязательства остались, это прям дело федеральный бюджет и поддержка молока тоже федеральный бюджет. Мы успокоены тем, что в полном объеме сможем сегодня набрать весь этот объем, который для себя запланировали. Это кровозаготовка, это главное для нас в Ленинградской области, поэтому максимально нужно продумать все те меры, которые мы принимаем в таких ситуациях. Наверное, обязательно подкормка второго и максимально третий укос мы должны взять, чтобы набрать с той площади, которую мы сегодня располагаем, максимальное количество кормов. У нас становится хорошей традицией в период завершения пассивных работ, практически начало заготовки кормов, проводить вот такие встречи. В прошлом году она прошла, на мой взгляд, неплохо, была такая серьезная выставка техники. И сразу хочу сказать, что с учетом той поддержки, которую мы в этом году выделяем, и Сергей Васильевич сказал, на лизинг, я думаю, что компания, которая поставляет технику, также сегодня удачно ее представит. По крайней мере, интерес к Ленинградской области, к нашим хозяйствам, он не снижается. Мы все с вами прекрасно понимаем, что сегодня поддержка агропромышленного комплекса, она идет в основном из двух источников, это региональный бюджет и федеральный бюджет. И сразу хочу сказать, что мы по региональному бюджету все свои обязательства выполняем, и больше будем и далее выполнять, я не скрою. За пять месяцев этого года у нас получен профицин бюджета 10 миллиардов к уровню 2014 года, хотя он был самым рекордным. Это, конечно же, такая наша кропотливая работа с крупными, прежде всего, налогоплательщиками и поддержкой среднего бизнеса. Тем не менее, мы обращаем внимание, что есть сегодня отставания по поддержке федерального бюджета, но есть и определенные вопросы. Сегодня ситуация, когда мы не на словах, а на деле должны делать ставку на увеличение объемов производства. Это не пустые слова, в том числе нас и Министерство сельского хозяйства, и в целом правительство Российской Федерации оценивает по тому, насколько мы готовы, насколько мы боеспособны по решению таких серьезных задач. И хочу сказать, что вот те цифры, которые прозвучали у Сергея Васильевича, а именно снижение посевных площадей по овощам открытого грунта, оно, конечно, не вызывает радости. Вроде и снижение небольшое, 5%, но на самом деле это тот показатель, который нам могут при поддержке, при распределении продуктов, бонтных финансовых ресурсов поставить в уплёд. Поэтому здесь мы должны, конечно же, перекрыть объемами производства, прежде всего урожайностью, хотя я понимаю, что задача очень сложная. Но прошу на это обратить внимание. Еще раз хотел бы сказать, что сегодня, когда мы ввели санкции, а сегодня вот санкции и ослабление рубля, это в принципе тоже поддержка сельского хозяйства. Мы это сами должны понимать, что сегодня наша продукция становится а, конкурентоспособной, и плюс ряд конкурентов еще с рынка убраны. Поэтому давайте тоже понимать, что и мы должны взять на себя, как говорили в старые добрые времена, повышенные социалистические обязательства. Иначе понимание, оно может быть не всегда установлено между нами и федеральным бюджетом. И я хотел бы, конечно, обратить внимание, что погода преподносит сюрпризы. И то, что мы сегодня видим урожайность ниже 2014 года, а 2014 год был для нас очень успешной кормозагодательной кампанией, вы все это знаете. Конечно, связан и с этими погодными условиями, и то, что пока еще холодное, а холодный был май, и начало лета холодное, относительно средних температур, и понятно, что регуляционный период, он не тот, на который мы могли бы рассчитывать. Я хотел бы сказать, что основной резервом отрасли кормозаготовки, конечно, остается повышение качества производимых кормов и урожайность. И при этом мы уже не раз отмечали, сегодня Сергей Васильевич говорил о том, что сроки и высокая организация труда, использованные в современной технике, а самое главное вовремя производить подкормку, это те слагаемые успехи, которые нам позволят и в этом году получить очень хорошие показатели по заготовке прежде всего сущных и грубых кормов. Конечно, я мог бы обратить внимание, но я не больший специалист, чем и в меньшей даже степени специалист, чем вы здесь сидящие, но тем не менее у нас остается проблема старовозрастных травостоев, многолетних трав. В этот год у нас сложатся не менее успешные по кормозаготовке, еще раз говорю, что все цифры и контрольные показатели у вас имеются, и вы гораздо больше, чем кто-либо понимает, насколько это важно. Мы сегодня с вами научились, я считаю, что научились действительно работать по поддержке производства на селе, и сегодня и крупные хозяйства, и фермерские хозяйства, даже индивидуальные предприниматели научились подавать документы, и даже выигрывать гранты. Мы даже проводили проверки, посмотрели ряд фермерских хозяйств, которые получили у нас поддержку из областного и федерального бюджета, и дела обстоят достаточно успешно. По крайней мере, в процентном отношении выглядит все неплохо. Мы будем смотреть программу социального развития села из учета тех потребностей, которые есть по каждому конкретному населенному пункту или центральной усадьбе. Понятно, что сегодня ставить с собой задачу, что мы по программе поддержки села дойдем до каждой деревни, но это было бы неправильно. Нам необходимо сегодня решить точные задачи, а это укрепление центральных усадьб. В настоящее время мы провели опросы всех депутатов местного уровня, какие проблемы они видят прежде всего по развитию своих территорий, и что им не хватает на территориях для того, чтобы у них решались несколько вопросов, в том числе улучшалась демографическая ситуация, оставались молодые люди работать, и более того, люди приезжали в эти населенные пункты. Проблема дорог, особенно дорог на подъезде и выезде с беседой. Мы сегодня с Василием Васильевичем говорили, одну из дорог, по которой я в том числе проехал, сделали. В этом году у нас в районе Ястребина стоит ремонт дороги, то есть здесь тоже мы будем ориентироваться на мнение населения. Но остается еще проблема, это уже проблема местной администрации, то, что на весенне-летний период отключают свет, при этом и на пешеходных переходах. Но это отдельная тема, которую я думаю, что мы с администрацией обсудим. То есть это вот такой пример, когда мы будем подходить к каждой усадьбе, к каждому, как мы говорим, центру поселения, для того, чтобы именно в нем эти проблемы закрывать. Я готов открыто это обсуждать, готов приезжать. Вот я попросил, посчитали за прошлый год, у меня 200 выездов по Ленинградской области. Это не значит, что 200 дней потрачено, потому что есть выезды, когда и два района мы захватывали, бывало и три. Но в принципе цифра неплохая, хотя за первое полугодие мы вроде перекрываем цифру даже первое полугодие прошлого года. Это значит то, что в принципе диалог сегодня есть, мы диалог с вами будем продолжать. Для нас, конечно, очень важно сегодня показать прежде всего и себе, и правительству Российской Федерации, что агропромышленный комплекс Ленинградской области крепкий, что мы будем наращивать объемы производства, что мы будем наращивать переработку. У нас есть хорошие проекты, заявленные, это производство сыров в той же Луге, и строительство того же нового тепличного комплекса в Кингисейпе, завершение тепличного комплекса в районе Вантового моста, заявленные очень хорошие проекты по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм. Нам надо вот эти темпы, которые мы взяли выдержать, остаться лидерами. Еще раз хочу сказать, что вот я сегодня за бюджет Ленинградской области уверен, даже в это непростое время. И поддержка она будет, и поддержка все равно она будет наращиваться ежегодно, с учетом той инфляции, как минимум, которая идет. И мы даже готовы под современную инфляцию наращивать поддержку. Но давайте, так сказать, доказывать, что мы способны давать серьезную отдачу. Успешной вам работы. Спасибо. Спасибо. И удобно. Мы всегда подготовили предложение. Хочу поблагодарить организатора этого семинара, комитета Рославы и Снегопресса, вице-губернатора. Те традиции, которые наработаны, они сохранятся. Я бы хотел сказать слова благодать в адрес комбернатора, это имеет также постоянную комиссию, потому что Александр Юрьев всегда понимает проблемы сельского хозяйства, поддерживает и решает те вопросы, которые мы ставим. Законодательная база внесения изменений в федеральные законы, с тем, чтобы вот этот пробел, который сегодня и есть, в земле не используется для производства сельхозпродукции, как и его счетовское удораживание, и ставить перед федеральными органами власти. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и высокий профессионалит... АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую на Волосовской земле в одном из старейших учебных заведений в Беседском сельскохозяйственном техникуме, который в 2016 году исполняется 115 лет. Поэтому я бы хотел, чтобы мы с вами немножко поближе контактили, потому что все-таки это мои предложения. Все-таки мы как-то друг от друга будем отдалены, не встречаемся. Я бы хотел предложить вам два раза в году встречаться. Вот мы, например, проанализировали данные социальных сетей по поселку Беседа, и, например, одна из проблем, которая выскочила, это отсутствие Дома культуры. Действительно, этот вопрос звучал... Если сейчас я присылаю, чтобы делали смету, я готов в этом году, чтобы отдать вам уведомления, например, первые 10 миллионов. Вы проводите конкурс, основной финансированный, закрываем следующего года, и через кап-каплю... Здесь площади, здесь площади, экспедиция... Нет, давайте так, в этом году, в этом году у нас есть деньги, и у нас есть деньги на проект, у нас же 300 миллионов висит. Мы через УКС заказываем проект, УКС делает проект, не вы, а УКС. Или вам передают деньги на проект? Нет, нам не надо, зачем? Хорошо, тогда он делает проект, а потом мы вам передаем деньги, и вы проводите конкурс, и делаете миллион. Значит, вы им открываете, все показываете, а, значит, наверное, сюда нужно будет приставить кого-то из Каноненко, из специалистов, ну, чтобы это все соответствовало нормативам Дома культуры, вот по нормативам поселка. И давайте мы лучше из этого здания сделаем конфетки, чем вот этот ужас, который... Ну, мы просто умрем, там, если мы зайдем на его достройку, мы там погибнем. В общем, в проекте, я извиняюсь, что мы уже в Волосовской районе... И сразу и снести, да? Александр Ильич, вы прямо за гостями. Иначе это до века останется, а потом кто-нибудь погибнет. Нет, это разрушить-то надо, не до этого, что-то... Давайте нам, по свету, сделаем снос, и, может быть, здесь... А у вас есть поле с искусственным покрытием? Нет, нет. Давайте мы на этом месте можем. А вот поле, поле техники, наверное, есть. Поле техники есть. Просто, если уже делать, если уже делать, то делать нормально. А вот это пока убрать, может быть, зачистить, но потом подумать, что для чего эту площадку использовать. Может быть, со временем фокс построить. Сделать сразу здесь благоустроительное, чтобы здесь вот это все тоже разломать и сделать нормально благоустроительное. Поспевай скорей, поспевай скорей, поспевай, и семья. Ой, едут ко мне, ой, едут ко мне, ой, едут ко мне, дорогие гости. Пусть станут они, ой, станут они, ой, станут они, гулять по саду. Ой, будут срывать, ой, будут срывать, ой, будут срывать, Если я году меня молодой, меня молодой, меня молодой, все похваливать.